Знаете, каким он барным был? Солнцезащитные очки, скромный пиджак и минимум охраны. И Юрия Алексеевича никто не узнал. Гагарин прошел через служебный вход и отправился к советскому павильону. Там демонстрировался самый тяжелый в мире военно-транспортный вертолет Ми-6. Новая машина настолько понравилась космонавту, что он попросил разрешения немного полетать. Конструкторы согласились. Заняв место второго пилота, Юрий Гагарин приготовился к полету. Но тут остальные посетители стали возмущаться. Кому-то можно летать на вертолете, а кому-то нет. Почему? Тогда нескольким французам предложили забраться в Ми-6 и занять пассажирские места. Когда полет завершился, первый пилот объявил по громкой связи. Дамы и господа, вертолетом управлял первый космонавт Юрий Гагарин. Что тут началось? Раздав тысячи автографов, ответив на сотни вопросов, Гагарин чуть живой вернулся в гостиницу, где выяснилось, что пиджак придется выбросить. В нескольких местах его порвали в клочья, а пуговицы разобрали на сувениры. Вот каким он парнем был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...